Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала 60 лет назад. Антонина и Анатолий, двое кировчан, которые сочетались с законным браком более полувека назад и с тех пор живут не в грехе, отметили бриллиантовую свадьбу. Нам позвонила их внучка, ну и, конечно же, Оксана Остяшкина съездила и узнала, как можно отменить 60-летие семейной жизни, ну и как найти мужика. У Оксаны что-то больная тема. Рубрика «Подхрустальный звон бокалов». Давай наливай, поговорим. Подхрустальный звон бокалов. Совет вам до любой. Сегодня в рубрике «Подхрустальный звон бокалов» мы в гостях у семьи Паличевых. И у нас большой-большой праздник. Отмечаем... 60-летие совместной жизни. Притираться друг к другу. Почему именно его выбрали? Не пил, не курил. Жили в общежитии. То есть, значит, если что, мне искать жених, а может быть, мне в общежитии поселиться? Нет. Там ведь есть парни-то, наверное, хорошие. Так, где вот хороших, то я не знаю нынче, есть они или нет. Но есть же ведь, вот Антон, наверное, хороший. Антона брать? Если не женатый, бери. А как предложение сделали? Весной как-то встретились на крылечках, сходили в ЗАГС. Просто расписались? Да. Пришли домой. Столик накрыла. Пол-литра водки поставила. Посидели и все. Какая брачная ночь? Нет, мы с мамой со своей. Я до кверху ушла на второй этаж, а он остался дома. Вот так получилось. То самое подтверждение, что мы тут ничего не придумали, да? Вот свидетельство о браке, вот оно такое выдавалось. 31 октября 1957 года. А река бежит куда-то, плывут сибирские девчата по Ангаре, по Ангаре. Молодожены, в честь праздника 60-летия со дня свадьбы, предлагаю вам обменяться бриллиантовыми колечками. У нас руки-то теперь уже как крюки. Ну что, жених, доволен? Вполне. Вместо хорошее? Да. Так, теперь. Давай, давай, линей. О, хорошо, хорошо. Ой, красота. Покажите колечки. Вот. Горько, 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 горько. Праздником, ура! Берите пример вот с этой прекрасной семьи и живите долго и счастливо, да? Давай наливай, поговорим. Под хрустальный звон бокалов. Совет вам до любой.